а здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается ферма да и у нас созрел весь урожай причем абсолютно на всех полях этом сегодня будем заниматься уборкой вот так вот все классно и знаете что еще на вышел автодрайв наконец-таки уже даже обновился пару раз я его себе поставил и его даже протестировал в принципе нормально работает но на виду того что нам тут недалеко все возить все в пределах одного поля у нас то может быть имеет смысл даже им не пользоваться самом деле я думал о том что вручную соберу все эти поля потому что ну а чё правильно правильно канала тоже созрела класс так вот первую очередь нам нужно друзья все вот это вот убрать а потом уже урожай отвезти на мельницу на самом деле кстати можно сейчас я собирался до купить новый прицеп какой-нибудь супер класс большой давайте купим посмотрим что у нас и у нас есть 77000 нужен какой прицеп вот этот например как вам какой-то высокий может быть к нашему комбайну не подойдет мне на самом деле вот он нравится или вот этот например на этот вроде как только для дня тоже для всего а 40 кубов слушайте мне даже вот этот больше нравится эти купим его а новая покупочка ой и 2 не купил на благо нет денег то сейчас я его сюда быстренько перевезу на чем его на вальтере вальтер у нас самая мощная поэтому привезем его на вальтере 20 тысяч нас остается нормально я его привезу найти вот думаю они слишком ли он высокий для нашего комбайна то сейчас мы проверим выкатываем нашу шайтан машину открываем трубу и да он высоковат на самом деле в принципе разгружаться у него можно пойдет значит тогда мы что делаем я не хочу сейчас автодрайв здесь прописывать хотя кстати здесь есть классная фишка это сканирование карты и по сути дела у нас уже дороги здесь проложены по которым трафик прописан так что классно но на базе все равно придется потом делать рано или поздно но вы знаете лучше поздно чем рано по короче что мы делаем я сейчас паркуют эту штуку вот сюда и сажусь в наш классный комбайн и пойду собирать поле а еще кстати я поставил модик чтобы солома который мы разбрызгиваем и не отделяем а разбрызгивая распыляем да чтоб она при перепахивании удобряла поле и поэтому нам теперь надо будет выносить всего лишь один слой удобрения и солома и собирать с этой пшеницей овса просто так не буду хотя кстати можно и собрать давайте соберем почему бы и нет что-то вдруг захотел передумал да я на ходу люблю иногда такой вот херня пострадать такс эй дружище чо 5 кнопки по сбивались и по сбивалась она не работает вот это прикол а почему она не работает данная кнопка связана с несколькими функциями и автодрайв она включает до чает выключает автодрайв а зачем а 100 было на низ назначена наверно в прошлых версиях отображение курсора давай короче мы отображение курсора нахер ищите выключить поставим в точнее так вот так вот вниз как и было у меня раньше а вот это мы ставим да как и было раньше чем-то все работает отлично еще какая-то херня происходит с обзором понятно нормально с обзором курсор был а значит да что-то я много слов сказала различных мы короче включают эту штуку шайтан машину и убираем шиничку тут скорее всего опять около 50 кубов должно будет получиться соломку мы на этот раз отделяем и потом соберем короче понеслась нет я накосячил я включил и выключил gps я прям гений ладно ничего страшного дубль 2 знаете что друзья передумал я короче запустил я наймета пускай работает а мы тут реально займемся автодрайвом потому что автодрайв штука прям нужная для этого товарища поставим вот здесь вот сами посмотрим что нам здесь нужно прописать во первых но прописать нам нужно по сути дела поле для разгрузки по хорошему конечно и бункер ну и заезд на базу пока что минимум больше вроде сильно ничего не надо я думаю заезд на базу мы сделаем с двух сторон давайте-ка режим редактирования включим вот сделаем его отсюда и сделаем с другой стороны в принципе можно начать с того что пропишем линию до следующего выезда то есть так и сделаем двустороннее движение здесь пускаем так хочу это ты у меня тут автоприсоединение включила я не хочу такое автоприсоединение нет и зарплата водителя конечно же нет никакой зарплаты платить не будем так вот до прописывал этот линию до до вот этого перекрестка теперь все эти вот точечки надо по соединять блин а тут деревья растут и не нравится короче отсюда ты выезжаешь вот сюда и выезжаешь вот сюда а пойдет в принципе так вот соединяем вот так вот соединяем и вот так вот соединяем и вот эту точку тоже вот так вот соединяем ловись вов пойдет также заезд может обязательно изда будет большой угол ничего страшного также с другой стороны от те как эти точки тоже надо соединить все этот у нас есть поехали сделаем еще с обратной стороны то же самое и там комбайн уже на 93 процента забился ну да ладно так вот это вот какафония мы убираем то что сама она создавалась значит у тебя выезд вот так вот пойдет один ups это не надо нам один выезд вот так вот пойду о рмалды тоже соединяем соединяем хорошо соединили вроде и съезд разум сюда съезд вот сюда 11 до 5 принципе пойдет нормально нужно друзья еще метка с полем для разгрузки есть у меня подозрение что наверное имеет смысл так давайте разгрузим сначала комбайн ладно нас теперь новый классный большой прицеп давай друг разгружайся и ради эксперимента заодно посмотрим сколько солом мы соберем имеет ли это смысл продать так прицеп прицеп мы пока оставляем здесь и дальше развлекаемся с автодрайвом нам нужен какой-нибудь . где будет ожидать трактор разгрузки мне кажется вот эти четыре поля самое идеальное место это будет вот здесь он реально в любое поле в любую точку может отсюда добраться поэтому давайте мы наверное здесь сделаем еще одну проходную линию можно кстати даже из дорогой и соединить будет вот с этой стороны а почему бы и нет смысла в этом особо много нету но а почему нет давай и вот те как у нас тоже будет двустороннее движение можно даже это сразу по соединять пока мы здесь находимся же потом сюда не ехать так вот раз так вот его выезд вот такой вот тоже делаем дынь отсюда тоже выезд делаем вот так вот так вот и вот эту точку соединяем сюда а вот эту вот сюда и вроде как это все дело должно у нас работать тут а есть далее проводим эту самую линию до центра поля и ставим там локацию вот здесь прямо ровненько по центру мы назовем поле какой у нас номер поле то я даже забыл 42 пока будет вроде как 42 у нас есть да какая будет так и далее нужно это дело в ту сторону соединить вот здесь вот с этими дорожками как это грамотно сделать то в принципе понятно как тут грамотно сделать это нужно в одну сторону соединить нужно в другую сторону соединить как и сделать все линии синие-синие от тяга косоватенько конечно получилось но ничего страшного это все конечно можно поправить во вторых тут как-то и особо пофигу и то есть поле подсоединили еще нужно подсоединить бункер здесь уже будет у нас точно одностороннее движение пополнялки надо будет потом делать с другой стороны авто драйвы курс play точнее еще нету на сегодняшний день этому как-то и пофигу но давай вот отсюда запишем к нашему элеватору тоже проход и вот здесь ставим локацию склад сыпучего и пофигу нормально пойдет ну и далее мы отсюда сваливаем и рисуем вот до сюда правильно теперь отсюда надо дорисовать во все стороны он мог уехать ягод вот так вот вот сюда давай вот чтоб тоже мог уехать и в ту сторону если ему вдруг понадобится он тоже мог уехать как же меня сейчас бесит вот эта механическая коробка ладно ничего не никуда не денешься так это мы тоже подсоединили в теории мы даже можем отправить уже даже а мы вот эту штуку не подсоединили да в принципе все просто отсюда и вот отсюда это тоже точку соединяем в теории можно даже сейчас отправить с трактора который будет разгружать наш комбайн а самим заниматься какой-нибудь другой ерундой может так и сделать чем бы нет ведь так и сделаем к работает а мы пока пойдем соломку пособираем и разгрузка на склад сыпучего и поле номер 42 и смог найти станцию для чё и понятно но ладно ты у нас работаешь на поле 42 возвращаемся к тебе и сейчас он нашел видимо просто что комбайна не было полем он начал возникать но все тогда пацаны работаете а мы пойдем убирать солому надеюсь все будет нормально да по поводу теплиц если вдруг кому интересно и плицами у нас прям все хорошо еще на день хватит даже воды можно будет замутить автодрайв чтобы автоматически пополнял мне воду по поводу поддонов да я знаете что вам обманул я вас короче это не новые поддоны которых будет до хрена по 200 литров это изменились поддоны с салатом в плане того что сейчас они будут по 500 литров то есть они вот рисуются такие нормальные они 400 килограмм весит и 500 литров салата теперь в одном поддоне то есть теперь мы будем много салата возить за раз и все также нагружается в три ряда поэтому все хорошо вот я хотел так а я тут обнаружил что ты не хочешь до чали заведите или сильно не даешь мне двигатель зависит давайте выставим куда-нибудь на дорогу к сам приедет к этой точке не смог найти а ремонтную станцию нам ремонтироваться хочет ездить потому что противовес мне нравится автоматический ремонт матчическая заправка до автоматический ремонт нет автозаправка топливом пускай будет да но потом как-нибудь сообразим короче развлекайся дружище я поеду собирать эту самую полома возьмем вот этот трактор мы еще в одной из самых первых серий купили этот прицеп и так ими не пользовались а на старте вот эти 40 тысяч которые за него вбухал и что это за херня такая была ладно пофигу так вот на старте сколько я денег него вбухал было очень зря наверное ну ладно погнали соберем тогда солому смотрите я тут один прицепчик как раз насобирал и что я сделал просто выключился нормально так вот один прицепчик я насобирал и мы его сейчас выгрузим и знаете что можно сделать можно поставить даже сразу товарища который будет все культивировать вряд ли он догонит давай выгружайся а пока выгружаешься мы пойдем поставим культиватор работать давай друг с дым цепляем культиватор у нас по полю осталось не так уж много его осталось собирать на его прям совсем немного осталось собирать да на самом деле это поле просто лучше ставить хотя пофигу я думал его поперек просто поставить культивирует ну ладно поставим так и нами то опять да давай друг погнал все все получится мы пойдем дальше собирать соломку а комбайн закончил работу хорошо я тебя понял комбайн комбайн тогда мы переставляем на другое поле получается 17 кубов при цепи лежит и 5 кубов еще в комбайне нормально в общем то да как и прошлый раз будет кубов 50 может чуть больше из-за того что сорняков там вроде как мы все четко сделали с сорняками за хрена узнает что будет все я дальше соломку собирать этих чертей сейчас догоню еще наверное пошла в общем-то работенка пошла ну и значится друзья у нас уборка пшеницы почти закончена автодрайв меня прям порадовал работает все четенько и пока что по крайней мере столь простой операции это дело мы наверное тогда вырубаем на мит я закончила работу и нужно завести двигатель открыть трубу и последний наверно вручную стоит разгрузить прицепа нашел друзья косяк это опять-таки масса 20 тонн всего может возить точнее 20 кубов пшеницы у него дальше перевес идет пшеница тяжелая а в общем-то появляются косички вот такие вот одно поле у нас уже полностью закультивировано это поле у нас тоже культивируется тут все хорошо этого товарища мы значится отправляем на разгрузку я думаю ты найдешь дорогу найдет дорогу даже никуда врезаться не будет а вот этого товарища мы идем ставим убирать овес соломиного чувака пока оставлю на поле есть у нас еще чем заняться если нам трактор нужен чтобы этим заняться черт так с дружище погнал и правильно ты погнал под углом почему-то черт солома просыпал давай вот так вот ровненько пошел 25 процентов уже ушатан кстати комбайн надо будет его починить скоро я друзья знаете что хотел сделать надо нам прописать еще автодрайв на нашей мельниц а тракторов свободных сейчас нету черт как так получилось вообще потому что можно было бы уже поставить отвозить урожай на мельницу ладно вот этот чел пока пускай отдыхает поехали его хотя бы просто пропишем да сколько у нас пшеницы собралось 50 кубов до 51 в общем-то как и прошлый раз плюс минус то на то и получилось не значится поехали сделаем автодрайв можно даже на всякий случай взять с собой тележку и загрузить в нее что-нибудь черт вот сейчас появление вот этой вот мульти задачности всякое то что можно отправить кого-то возить кого-то туда-сюда я начинаю ощущать нехватку тракторов этого как-то такое не было у нас давай пшеничку загружай поехали отвезем ее на мельницу да и сделаем там зону выгрузки на друзья есть косяки не все перекрестки соединены не все подсоединены карта берется вроде как из карты трафика который этот сама генерируется для автодрайва поэтому надо это все дело будет еще немножко дорабатывать но знаете по крайней мере есть чем работать чем самому писать эту карту это тоже хорошо так значится поэтому перекрестку кстати тот который мы проезжали там тоже был косяк ты на обратном пути сделала это вот соединяем и тут тоже из всех направлений во все направления есть маршрут хорошо поехали дальше и вот отсюда тогда начинаем рисовать у нас здесь будет заезд а с другой стороны выезд я думаю это будет самое правильное решение перекресток потом соединим пока давайте проедем просто и вот здесь друзья ставим локацию надо наверное чуть подальше это сделать мало ли у нас потом грузовики появятся но сначала да надо высыпать с другой стороны можно поставить локацию здесь мельница эту точку потом просто тупо пододвинуть надо было вот на эту ставить ладно ну ладно мы ее просто пододвинем ее можно просто вот так вот взять и перетащить подальше на всякий случай уже от этого не будет вот этот перекресток полностью соединен странно ну ладно значится теперь нам надо сделать отсюда все выезды в эту сторону делаем сторону базы так вот тоже выезжаешь то у тебя должно получиться и конечно же если вдруг там понадобится куда-нибудь в ту сторону эти точки мы тоже на всякий случай соединяем мало ли что и поехали соединим еще съезд съезд на мельницу вот это вот место тоже надо соединить здесь нужно два съезда сделать один вот так вот просто в принципе один должен быть какой-то вот такой вот и тоже пойдет нормально большой угол все хорошо ну и все возвращаемся на базу к там надо еще один перекресток тоже подредактировать будет а именно друзья вот этот тут тоже как видите съезды не все поворотов налево нет повороты направо есть поворотов налево нет но ничего страшного три клика мышкой и все полная красота и это будет работать они смогут нормально кататься я теперь на самом деле появляется даже желание и контракт выполнять я думаю спать чем их пофиксили шлем надеюсь по крайней мере можно будет даже попробовать а кстати вот я пока катался вот это вот все делал овса на собиралась всего 7 кубов овса прям совсем мало получается вообще нет смысла его выращивать почти пол поле собрал там все 7 кубов так с тебя я оставлю вот здесь там поеду солому собирать короче сейчас дособираем поле и вернемся к дальнейшим каким-нибудь действиям но и друзья сбор соломы у нас на этом закончен на самом деле закончилось место у нас складе я еще не знаю зачем я это сделал 8 кубов заполнил маленький наш прицепчик поэтому сейчас придется ее ввести продавать остальную солому я собирать не буду потому что но какой в этом смысл вот по хорошему ее осталось там не так много также у нас культивируются поля и тоже все хорошо в общем то вот этого товарища мы просто оставим сейчас здесь перецепим только прицеп углу отгоним под крышу поставим тоже нагружены потом когда будет высокая цена она обещает быть в январе мы эту самую солому продадим просто сейчас она по 56 баксов это прям прям мне впадлу я хотя вот этот вот прицепчик и придется ехать сейчас продать от этого никуда не денешься наверное больше ее собирать не буду что мне как-то прям лень и впадлу это синонимы но вы меня поняли просто вот настолько колено вот сюда вот мы тебя паркуем а вот этого товарища сейчас мы отправим на работу так у нас сначала поехать продать солому две точки куда ее можно продать 64 на теплоцентраль теплоцентральные биотоплино где это находится рынок скота рынок скота по ходу находится ближе находится прямо рядом с мельницей а тепло централь находится на серия значит на вот на рынок скота щас быстренько Сгоняю, продам эту самую солому. Мы, скорее всего, даже наймитов не отобьем этой самой соломой, которую продадим. Наймитов мы опять кучу денег потратили. Без этого никак. Ой, сюда еще и выгружаться-то неудобно, как солома. Выгружаем, да. Я вам потом покажу, сколько мы на наймитов потратили. Те, которые на поле работают. 453 евро с прицепа солома. Ну, в принципе, пару тысяч мы поднимем на том, что мы собрали. Может быть, в январе будет высокая цена. Посмотрим. В любом случае, что мы делаем? Мы говорим ему ехать на склад Сыпучего, там загружаться. И ехать на мельницу, там выгружаться. И возить пока что пшеничку. И давай, друг, погнал. Ага, не может найти ремонтную станцию. Я же сказал, не надо ремонтироваться. Чего вы начинаете? Лето для каждого отдельно. Вроде как не для каждого отдельно. Может доехать до локации склад Сыпучего. Но этот перекресток тоже не сделан. Ну ладно, давайте сделаем по-быстрому. Три точки поставить. В принципе, не проблема. Три, ладно, пять. Где-то пять, где-то четыре. Вообще не знаю, зачем я это рассказываю. Вот так вот. Но сейчас ты должен доехать, правильно? Не можешь? Серьезно? А отсюда можешь? Чего ты не можешь доехать-то? Вот это уже странно. Ладно, поехали проверять, где накосячили. Странное дерьмо. Отсюда он доехать не может. Вроде как вот этот перекресток сделан нормально. А вот отсюда он доехать может. Соответственно, косяк в перекрестке. Только я не могу понять, где. С ним прям вообще все нормально. С ним не все нормально. Здесь... Ооо, понятно. Вот, нашелся косяк. Вроде как теперь должно все нормально стать. Создалось две точки само. Это, ну, такое может случиться, короче, ребята. В любом случае. Я даже не знаю, что на самом деле проще. Самому всю карту записать. Или искать вот эти вот косяки все. Ну все, теперь давай... Теперь ей давай вози пыльничку. Тем временем, кстати, овес у нас собрался. Так, как я говорил, немножко соломы осталось. Но тут ее прям мало осталось по сравнению с тем, что мы собрали. Поэтому, ну ее нафиг. Вот то, что она тут на траве осталась, вот это плохо. 274 литра. Погнали высыпем в прицеп. Да, товарища на разгрузку еще отправить тоже надо. Э, стой, куда поехал? Стой, падла. Дайте высыплю. Водитель не может доехать до станции склад сыпучего. Понятно, где-то в перекрестках есть косяки. Сейчас поедем исправлять. Ну давай, сам подъезжай, разгружай. Раз сам хочешь, я за тобой гоняться не собираю, знаешь ли. Ты что, серьезно, падла? Стоять будешь? Я решил таки подъехать сам. Какой молодец, какой умничка. Так, с комбайн ставим на уборку последнего поля. У нас получилось 17 кубов овса. С одной стороны, мне кажется, это маловато получилось. С другой стороны, это поле меньше все-таки, чем 38-41 объединенное, если сравнить с пшеничкой. Плюс, если уж быть совсем честными, то так как мы все это дело на муку выращиваем, если мы посмотрим вот сюда, вот в цепочке производства, то 150 муки перерабатывается в 120 муки, 150 пшеницы в 120 муки, а овса 188, то есть больше на 33%, даже больше. Так, ты, товарищ, давай съездь и разгрузись. А мы пока поехали найдем, где косяк на сгенерированной карте. Будем сейчас все перекрестки смотреть, где он может доехать, где не может. Еще кто-то закончил работу. Скорее всего, да, чизель закончил. Хорошо, сейчас я тоже переставим. Соломку, увы, придется запахать. Ничего страшного. Давай есть культивируй, а мы поехали искать косячное место. Неужели я сам накосячил, а? Вроде нет, вроде здесь тоже все нормально. И отсюда уже может найти. Значит, этот перекресток. Опять две точки вот здесь получилось, понятно. Хотя эта точка-то как раз таки поворачивает. Странно. По-одному. Кажется, вот здесь вот, смотри. Нет, тут тоже все нормально. Ладно, там мы соединили. Сейчас попробуем еще раз выставить. Нет, видите, отсюда не хочется. И здесь все нормально. Точки все соединены. Что с тобой, дружище, не так? О, нашел. Сейчас должно уже точно работать. Блин, не знаю. Вот сейчас я начал думать уже, что же хуже. Есть здесь вот так вот искать вот эти вот потерянные точки спаренные, которые криво создались. Или же бы самому тратить кучу времени и рисовать эту карту. И сам ты, в принципе, тоже можешь накосячить. А у нас тут еще камешки, оказывается, лежат. Черт. Ладно, придется брать камнеубиралку еще в аренду. И ей проходиться здесь. В принципе, по сути дела, можно же тогда чизель-культиватором не проходить. Потому что камнеубиралка, она же типа культивирует. И тут повылазили камни. А че они тут повылазили? Я ж все убирал. Странное дерьмо, конечно. Ну ладно. Не может доехать до локации склад цепущего. Выгрузился, но не может. Где-то еще есть косячный перекресток. Черт. Поехали искать. И знаете, у меня есть подозрение именно на этот перекресток. Потому что это единственный перекресток на этом маршруте, который то ли не подправлен... И вот он, косяк, сразу же всплыл. То ли не подправлен, то ли... Нет, серьезно, следующий тоже закосячен. Как же ж так-то? Тут тоже какая-то непонятная херня. Тут-то ладно. Он же отсюда не едет. И уж там, где я сам делал перекресток, тоже накосячил. Но тут я сам съезд сделал. Разве что... Вот здесь двойная точка? Нет. Вот здесь двойная? Да. А здесь двойная получилась. Эх, как же тяжело жить-то, а? А вышел вот автодрайв, вот этот, 2.0.0.2. И там было типа пофикшено вот эта херня. Почему ты отсюда уже не едешь, дружище? Я же там все сделал. Что началось-то? У меня такое чувство, что, знаете, любая вот из этих точек может оказаться вот такой спаренной. Оооо. Вот тут косяк был. Может он его, кстати, видел? Нет, где-то еще. Черт. Короче, самому карту надо рисовать. Я понял. Неужели где-то здесь такая же точка находится? А что она здесь-то будет находиться? Здесь же один съезд. Я же здесь все подправил. Почему ты не работаешь, падла? Я знаю, какая точка. Вот это, да? Тынь. Нет. Не это. Вот это? Тынь. Не это. Вот это? Нет. Вот это тогда? Тоже нет. Вот это. Нашел. Просто нахрен сотрем. Ну все, падла. Вот сейчас ты должен прям точно за... Сволота. Ой, не дай бог ты меня сейчас дернешь. Я ищу, что у тебя не можешь куда-то доехать. Все, давай, есть и не выпендривайся. Задолбал ты. Падла. Не может доехать. Ну как так? Ну что ж ты будешь делать, а? Ну меня сегодня решил сбесить. Я понял, ладно. Я сделаю так, чтобы работало, поверьте. Я на всех перекрестках эту хрень найду. Нашел одну. И все равно не может найти. Понятно, где-то дальше еще одна такая же будет. Тварь, я тебя найду. Я тебе обещаю. Ну что, сволота, ты на этом перекрестке, да? Да, на этом перекрестке такая же хрень есть. Ты все равно не можешь найти. Понятно, где-то еще такая хрень есть. Вот она. Я ее сразу же нашел с первого тычка. Еще дальше хрень есть такая. Автодрайв надо мной издевается. О, слушайте, отсюда поехал. Такс. Значит, рассматриваем вот этот перекресток. Или может он точку сначала не ту словил, с которой я ее запускал. Давай вот отсюда. О, отсюда едет. Ну все, тварь. Если ты сейчас начнешь выпендриваться, я не знаю, что будет. Я вроде все пересмотрел. Я вот не могу понять, почему камни. Может быть после патча опять-таки это дело обновилось. Потому что раньше камни вылазили только если поле требовало вспашку. Ты вот это вот решаешь эту проблему. Сейчас же они вылазят и здесь. Хотя поле вспашку не требовало. Может на этом поле, я не знаю. Мы его покупали, оно уже было засеяно. Судя по всему, вот камни лежат. С этим хрен с ним. Но мы убирали вспашку вот эту красноту с этого поля в прошлой серии. Или в паза прошлой, неважно. И камней теперь быть не должно. Может быть после патча что-то изменилось. Хотя с другой стороны, почему на этом поле тогда камни не повылазили? Кто мне объяснит? Никто мне не объяснит, я понял. По сути дела, вот это поле камня убиралкой пройти бы тоже не помешало. Потому что тут где-то места. Хотя вообще, откуда они здесь вселись? По краям еще раньше вылазили, я помню. Это ладно. Если мы посмотрим, то это у нас везде большие камни. А значит катком они не убираются. Ты тварь издеваешься что ли? Ты серьезно не можешь доехать до склада? Ну ты падла. Я не знаю. Поставьте мне пожалуйста лайк. Потому что меня сегодня взбесил этот автодрайв. Я наверное снесу эту карту и сам буду рисовать. На всякий случай мы даже этот перекресток проверим. Потому что мало ли что. И это кстати было правильное решение. Ух ты ж ежик, что тут вообще происходит. Оно вот, вот да. Короче карту лучше рисовать самому. Все, я понял. Хотя и отсюда ты доехать не можешь, да? Твою мать. Посмотрите какая вот я разобрал эту сетку. И что вот здесь произошло. Я такое чувство, что эти точки начинают появляться вновь и вновь. Ты исправляешь, а они появляются в другом месте. Отсюда поехал. Все, у тебя последняя попытка автодрайв. Вот если ты сейчас не доедешь, то я просто нахрен снесу эту всю сеть и не знаю что будет. Час ночи у меня, понимаете? И какой-то сраный искусственный интеллект мне парит мозги. Знаете, что я еще подумал? Наверное я эти камни убирать не буду. Потому что камни влияют только на... Они даже на износ техники не влияют, если уж на то пошло. Только на покраску. А красить технику я не собираюсь. Потому что это капец как дорого. Она все равно изнашивается и это капец как дорого. Не может доехать до... Волочь ты! Мне этот звук будет мерещаться в кошмарах. О том, что он не может доехать. Я уже даже придумал, как я серию обзову. Какая-то какафония. Это поворот направо. Это неинтересно. Мы же соединим это все. Мы же все нормально. Я же здесь исправлял. Я же даже вот здесь исправлял. Сейчас я опять найду какой-нибудь косяк. Смотрите. Нет? Нету косяка. Вот косяк. Они даже... Короче... Он же был здесь до этого. То есть вот эти вот точки были не соединены. Я их соединил. Оказывается еще и следующие были разъединены. То есть они могут быть прям в любом месте, да? Серьезно. Ну вроде все. Вроде бы прям все. Ладно. Сейчас посмотрим. Кто кого. Тем временем у нас закончилась уборка канолы. Канолы тоже видимо получилось мало, да? Не круто, что надо вот так вот заводить двигатель. Трубу вставлять. Но ладно. Я это переживу. Давайте разгрузим последние вот эти вот литры. Камбайн канолы получилось прям, я смотрю, очень мало. И это поле зафигаренное на 98% дополнительного урожая. Отлично. И все это меньше 16 кубов канолы. Отлично, отлично, да. И давай выгружайся на склад цепучего. Парковка у тебя не назначена, поэтому ты там и останешься. Эту шляпу мы сейчас сами запаркуем. 30,5% угандонен этот комбайн. Это мощно. Это прям мощно, да. Ладно. Все нормально. Я уже сейчас начинаю хрень какую-то нести. 30,5% это нормально. Его уже пора чинить, потому что уже начнутся потери урожая. Также его можно помыть. Если помоем его. Там между тем пшеница выгрузилась. И он пока мне не написал, что он не может доехать до склада. Но он не поехал пока стоит. Давай, есть, пожалуйста. Я слежу. О, он поехал, отлично. Он по крайней мере может доехать туда. Точнее оттуда сюда. Аллилуйя. Да, трохи поцарапана жатка. Но ничего страшного. Ничего страшного. Теперь тебя надо починить. Я не помню на какую кнопку это было. Вот на эту. Отлично. Комбайн, значит, бздынь. 2000 мы на это тратим. И жатко водитель прибыл. Тьфу ты, напугал меня, падла. Жатку мы чиним за 400 самых евриков. Состояние краски мы, короче, не будем за все. 4 косаря жатку перекрасить. Серьезно, она после следующей уборки опять такая же будет. Ты меня, падла, напугал сейчас. Вот прям напугал. Я чуть заикаться не стал. Я и так заикаюсь. Короче, этот прицеп мы пока просто паркуем куда-нибудь. Например, вот сюда. Поедем сейчас удобрять наши поля. Мне кажется, мне надо успокоиться, поработать в поле. 777 литров удобрений. Мне кажется, вот на все поля этого будет маловато. Кстати, у нас же удобрилось поле. Да, видите, 39-й уже удобрен. Солом мы там типа разбрызгивали. Хотя оно по конченному удобренное. Это и есть пропуски. Но ничего страшного. Заправляем 1700. Этого погорла должно хватить на все вот эти поля. Сейчас я тут быстро все удобрю. Даже без наймета. Потому что найметы меня сегодня тоже расстраивают. Включаем GPS. Вставляем его вот так вот. И, ребята, я таймлапс делать не буду. Потому что вы миллионы раз видели, как я тут все удобряю. Так что простите меня, пожалуйста. Я полетел. Да. Так, друзья. Я молодец. Я все удобрил. Красота. В общем-то, это все дело можно парковать. И наши поля, по сути дела, готовы к посеву. Осталось их только засеять. И после посева пройтись гербицидами и еще раз удобрить. Все, кроме одного. Вот это вот 38-е, да, поле у нас получается. Нет, 39-е. Которое сейчас, короче, культивируется. Его удобрять не надо будет. Потому что оно уже удобрено на 100%. 95-94-90. Серьезно? А как это работает? Ладно, пофигу. В любом случае, оно удобрено дважды. Значит, вот эта вот штука у нас возит пшеницу. Все работает. Наконец-то он перестал меня отвлекать. Это прекрасно. Сколько у нас осталось пшеницы? Сколько раз ему еще нужно съесть? Пшеница осталась ему на 2 раза. А также 3 раза ему надо будет скатать овес. После чего... Я, кстати, уже запустил мельницу. Можно будет еще овес запустить. После чего, по сути дела, мы ложимся спать. И спать будем до того момента, когда наступит продажа наших урожаев. А вот и этот товарищ приехал. Сегодня бесит меня капец. Хотя, что я вам рассказываю, вы все видели. Я еще не знаю, буду ли я на автоматической продаже продавать салат или нет. Потому что, по сути дела, сейчас дохрена реально влазит на прицеп. Почти 40 кубов, по-моему. Или 30. Неважно. Даже если 30, это нормально. То есть 200 кубов. 6 раз скататься и отвезти, это немного. Можно будет самому скататься и по высокой цене продать. С этим понятно. Вот. Скорее всего, надо будет брать опять кредит нам на удобрения и семена, чтобы вот тут все пополнять. Потому что до зимы еще дохрена. Сеять мы будем овес. Я хочу дать ему еще один шанс. В первую очередь посмотрим, сколько овса мы соберем вот с этих вот двух полей. 38-41. И пересчитаем это в муку все. И если будет больше, то будем сеять овес. Если будет меньше, то будем сеять, соответственно, дальше пшеничку. Овес у нас, по-моему, в мае сеется, да? Мы сеяли его в мае. Март-апрель. Зреет прям быстро. Если играть без сезонов, насколько я понимаю, овес самая быстро растущая культура будет. Насколько я понимаю, если отключить сезоны, то рост растений все равно проходит в полночь. То есть стадии роста будет несколько дней, а не так, как раньше. Там 5 часов с половиной или 5.20 это было, не помню. Неважно. Вот. Также насчет камней. Если, короче, у меня будет свободное время, просто тупо наймит опасность. Хотя, блин, денег на наймит так жалко. Короче, если будет время и желание у меня, перед записью следующей серии. Сейчас-то я этого делать точно не буду, уже полвторого ночи. Я возьму в аренду и пособираю вот эти вот камни все. Может быть, даже по всем полям пройдусь абсолютно. Даже включаю вот эти вот. 38-41, потому что тут тоже что-то повылазило. Плюс, эта вся херня у нас будет в стадии закультивирована. И не надо будет гербицидами после посева проходиться. Можно будет потом на следующий день по лольникам пройтись. Вот такая вот хитрая схема. Вот. Я еще жду. Жду. В общем-то, сейчас я подожду, пока за кадром у нас весь урожай отвезется. И в следующий раз, друзья, мы встретимся, когда будет продажа урожаев всех наших. Начнем мы с канолы, наверное. Надо будет продать вот канолу в декабре. Она самая высокая ценится, судя по всему. Салат, мука произведется и солому. И все это примерно продается зимой. Поэтому, когда все это дело будем продавать, тогда и встретимся. Может быть, зачем я керхер взял, не знаю. Мне просто это руки чешутся. А еще, кстати, знаете, что я вам предлагаю? Для тех, кто досмотрел до конца. Что у нас здесь вот так вот трава херово растет, а? Ладно, неважно. Раз у нас, друзья, впереди Новый год, нам надо поставить рождественскую елку, правильно? Новогоднюю елку, точнее. Мы же все-таки в наших широтах живем. У нас елка не рождественская, у нас новогодняя. Ты, падла, еще терраформировать мне что-то здесь будешь? Серьезно? Куда бы ее всунуть? Я понимаю, что она летом смотрится, наверное, так себе. Давайте вот здесь поставим. Сдынь. Да, что-то она мне тут приподняла. Короче, потом снимем. Потом уберем, в смысле. Трактора какие-то лежат. Прикольненько. Короче, вот, с наступающим Новым годом всех. Хотя, до Нового года еще целая неделя. Хотя, кто-то же отмечает Рождество 25 декабря. В общем-то, да, с Рождеством вас. Вот вам рождественская сосна. Это же сосна, кстати, да? Или это ель? Это ель, ладно. Простите меня, спорол херню. Так вот, что я говорил? Я говорил о том, что в следующей серии у нас будет продажа урожая, и мы будем зарабатывать опять бабусики. Посмотрим, сколько заработаем. Скорее всего, опять много. И что-нибудь себе новенькое купим. Классное такое. Кредит погасим, который я еще возьму. Потому что надо будет заполнять вот тут вот все наши теплицы. Вот этой вот всякой хренью. Семена, удобрения. Кидать вот так вот, да. Ладно. В общем-то, те, кто смотрел эту серию, тот красавчик. Можете еще влепить лайкусик, и будете дважды красавчиками. На этом, друзья, у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, лайки, комментарии. Спонсорам спасибо за поддержку. И, в общем-то, всем пока-ки. Субтитры создавал DimaTorzok